Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 16 декабря, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Орекс по основным торговым инструментам. Так, что у нас любопытно. Вчера отстрелялись большинство крупнейших банков, не побоюсь этого слова сказать, планеты по своим процентным ставкам. Ну, позавчера Федеральная резервная система подняла, вчера Национальный банк Швейцарии поднял, Банк Англии поднял, ну и поднял Европейский Центральный банк в лице старушки Лагард, которая прям пошалила, пошалила на пресс-конференцию, но я говорил, что на пресс-ухе будет жарко. Смотрю я на Лагард и постоянно вижу Жака Ифа Кусто. Так, ну а что произошло уже на графиках, давайте обсудим уже в чартах. Поехали! Итак, перед вами котировочки золота, которые, которые немножко вчера упали. Вчера упали, вот, и произошло это аккурат после, после выступления Паула, изменения ставки. Очень аккуратненькая была игра здесь, захватывали площадки, но все обвалили, друзья мои, азиаты. И теперь Европа и Америка бьются, как рыба об лету, котировочку 1773 набила здесь площадку, здесь площадку. Если не пробьем это все дело сразу, то можно посмотреть через вот такой вот захватик. Либо, возможно, возможно в обратной последовательности. То есть, здесь будьте внимательны, но может, конечно, подрушиться, подрушиться инструмент, инструмент прям слегка просел. На недельках у нас, наверное, будет очень качественный такой пин-барчик с поглощением. Внизу, внизу у нас топики пары недель, да? Где они у нас? Ну, да, есть, есть куда падать. Вот эти лоя, ну и наша великая котировка 1615 долларов, с другой концу, 14,13. Я думаю, что рано или попоздно дотянемся. Дотянемся. Что, в принципе, почему такое вот происходит, да? Вот дело в том, что вот этот весь рост, он был как бы основан именно на том, что происходит сейчас. То есть, это было ожидание того, что ФРС снизит динамику повышения ставок. И, в принципе, будет понятно, где этот предел. Вот, но это уже произошло, друзья мои. И трейдунишкам нужно на что-то надеяться дальше. Как вы знаете, рынками движут надежды, вот ожидания и так далее. Уже ожидания все отработали. Все новости, которые только могли быть в этом году, они уже прошли. Вот, теперь будут новости в следующем году. Ну, вот, а зачастую вот инвесторы и управляющие трейдунишки, они перекладывают денежки из одного счета, либо кармана, либо позиции в другие счета, либо позиции по окончанию торгового года. И, в принципе, логично, что на таких текущих хаях, те, кто покупал золото, там, несколько недель назад, либо даже месяц, либо другой, фиксируют на хаях прибыль и раздают их инвесторам для того, чтобы поднять им слегка настроение. Вот, и, собственно, с нового года, в принципе, я не удивлюсь, если все-таки тренд действительно развернется в эту сторону. Вот, просто обычное перекладывание бабла под конец года. Так было и в прошлом году, смотрите, падали, 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 а потом с нового года пошли в рост. Ну, здесь были свои, там, февральские события, но в любом случае мы стоим вот на таких переломных моментах между накончанием одного года финансового и начала другого. И, в принципе, логично, что тренд ломается в это время. Евро, доллар, неужели начал падать? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, но, естественно, подразвел всех на хаях. Вот, мы вчера считали, что все-таки вот это у нас хай, но Кристин Лагард посчитала немножко по-другому. Ну, в принципе, логично, что она жестила на своем выступлении. Почему? Потому что, ну, все они идут за своим главным, главным ориентиром в лице господина Пауэлла. Да, то есть Пауэлл повышает жестит и все за ним дружно поднимают ставочки. Вот, ну, естественно, Лагард вчера говорил о том, что повышали и повышать будем. Так же, как и Пауэлл сказал, повышали и повышать будем, собственно, все под копирочку идут. Вот, по большому счету, друзья мои, вот в мире даже вот больших инвестиций, да и криптоинвестиций, любых, есть такое правило. Я вот его замечаю с годами, прям же четко. Все просто следуют за крупниками. Какой там крупный, крупный инвестор зашел в какой-то фонд, либо какой-то крупный фонд зашел в какой-то любопытный криптопроект. Люди собирают информацию, следят за, за этими крупничками и пытаются следовать за ними. Вот и все. Соответственно, если у ФРС динамика такая, естественно, у других банков тоже, они просто идут в ногу, в ногу за своими старшими братьями. Ну, наша задача, в принципе, заработать денежек и просто многие меня спрашивали, почему же все-таки вчера еврик так вырос сильно, да, если, если, как бы, ну, точкой, по идее, этого роста могла стать, должно было стать выступление Пауэлла. Дело в том, друзья мои, что пара евро-доллар, это не только доллар и не только евро, это их вот такое для кого-то печальное, для кого-то радостное сочетание. Вот, и новости выходят по этим двум инструментам в разное время. Позавчера были, были у нас одни новости по доллару, а вчера днем были новости по евро, а к вечеру, собственно, вышли американцы и начали отработать, отрабатывать свои доллары, свои новости по доллару. И пофиг им, по большому счету, на лагарте, то, что она похожа на Жака и Факусто. То есть, каждый играет в свою игру, вот, и в этой игре, как бы, два переменных, и в этом, в принципе, валютный рынок, он и, ну, относительно сложен, потому что даже та котировочка отношения, собственно, одной валюты к другой, это число безразмерное. Что такое, допустим, вот сейчас 1.04, это что? Это частное отделение двух чисел, да, вот, одно разделить на другое, получится вот частное от дроби. Вот мы сейчас торгуем 1.04, что это такое, непонятно, да, вообще, или 0.6, 0.4, это я жду туда. Вот, и, собственно, вот эта вся болтанка связана, новость по доллару, новость по евро, новость по доллару, новость по евро, ну, примерно так. Поэтому все это вот так и колбасится в разные стороны. Но, единственное, что мы можем делать, как говорили великие три дунишки прошлого века, ограничивать убытки и давать прибыли расти. И, если вы, собственно, так делали, то вчера были, кстати, очень неплохие возможности подзашартюкать инструмент, вот, на самых аях, вот, то, что мы делали, кстати, в чате. С огоньком, и многие, кстати, зацепились, очень многие зацепились в это движение, где оно, кстати, вчера было, вчера, нет, так, это 16, это 15, да, вот здесь, вот здесь был сломчик. Прямо на самых аях мы зашли, и, собственно, торчим сейчас до 1.04, вот здесь был микрослом. Сегодня, сегодня я героически цеплялся в шорты, но меня, блин, выкинуло вот этим дурацким откатом, вот. Вот, и, собственно, не передвигайте, друзья мои, раньше времени в безубыток, как я сегодня. В принципе, я видел этот слом, продавал в этой зоне, а, нет, подожди, я вам набрехал, сейчас скажу. Я торговал вот этот микро-микро ложный пробойчик от вот этой плотности, то есть плотность, выход вниз, тест. Я продал 100 пуля, 100 пуля был вообще просто до 50 пунктов, просто до 50 пунктов. Мы упали, и все, я почувствовал себя королем форекса. Ну, вот, передвинул здесь в безубыток, и вот этим откатом меня выбило по безубытку, вот. А хотя, ребята, с чата еще здесь шортили со стопом за вот эту плотность. Ее, кстати, неплохо было видно даже на пятнашечках. Ну, в принципе, это такие вот две свечули, тест снизу, и валимся мы вниз. Вот, ну, в общем, подоблажался сегодня немножко, хотя хотел долить, то есть у меня продажа здесь, и я хотел долить продажу здесь. Ну, как-то так, как-то так. Хочется одолеваться, почему? Потому что я считаю, что еврику падать и падать. Вот эту, всю вот эту вот тягомотину мы это все перекроем, вот, ну, я считаю, да. Ну, как минимум, как минимум досюда, да, то есть здесь нонфармы, здесь еще одного, ну, а здесь вот всем дали купить. Единственное, что вчера перед, перед ставкой все-таки сняли вот эту первую площадку. Не очень хорошо, но и хрен с ним. Но сюда нам надо, надо прям кровь из носу дойти хотя бы сюда. Ну, это, естественно, уровень поддержки сопротивления, его все видят. Все знают, понимают, если мы сюда упадем, все будут покупать от него еще, накидывать под этот уровень стопов, и рыночек рано или попознно их отстопит. Ну, потенциал вот с продаж верхних у меня 2800. Надеюсь, дойдет, и я, наконец, перекрою всех своих лосей, которые пытался поймать это движение за последние пару недель. Пару недель, потому что начинал я отсюда, и здесь подкармливал, подкармливал, и, в принципе, теперь надо забирать камни назад, да, собирать. Идем дальше. Фунтик, Фунтик, вчера красавчик, красавчик. Я давал, по-моему, давал или не давал, я уже не помню. Так, это не в этом брузере. Бинет. Волатильность. Что, я не давал эту идею, да? А, да, вот ловушка, ловушка покупателей. Вот она, она отработалась. Вот она, видите, площадочка, здесь фомочки. То есть, Фунта вчера лагард не трепануло, потому что не было, в принципе, вчера пресс-конференции Банка Англии. Вот, и, в принципе, ему некого его было пошатать. И британец очень четенько вчера рухнул, вот, и забрал тут свою площадочку, вот, прям с огоньком. Ну, молодец, молодец, молодец. В принципе, забрал он, кстати, и нонфармы, до которым еще евро и тетти. Впереди вот этот экстремум один остался. Ну, и, в принципе, все. Доллар и иена. Вот доллар и иена любопытный, друзья мои. Потихонечку выкарабкивается, выкарабкивается наверх. Так, напоминаю, что я сторонник теории заговора, да, и того, что мы должны вот сюда прийти. Вот, то есть, хорошая цель есть. Если вы случайно купили доллар и иену тысячу лотами, как обычно, где-то на лоях, подержите вот сюда, и, возможно, вы почувствуете вкус финансовой независимости. Здесь похоже на слом, пока нет слома, да, но у нас лоя на повышение пошли, да. Вот, хая у нас тоже потихонечку идут на повышение. То есть, у нас все признаки зарождения лонговой тенденции на таймфрейме А4. Да, друзья мои, такой таймфрейм существует, и это не сон. Доллар-франк, доллар-франк, те, кто набирал этот и другие кроссовые инструменты на доллар-франк, я, к сожалению, отношу к красам, хотя это не так. Скоро будьте пожинать плоды своих лонговых потугов, которые вы делали последние несколько дней. Вот, и уровень для фиксации прибыли 0.93 скоро будет, я думаю, достигнут на силушке американского доллара, который в последнее время все виднее и виднее. Так, канадец-франк, канадец-франк не хочет расти, вот, но продолжаем его набирать, вот, и не скулить, потому что прошли всего 3000 пунктов, а нам нужно это все вернуть назад, вертать всех взад, да, на котировочку 0.7, 0.7, 0.7. Вот сюда прийти и все, и вы, собственно, будете богатыми и счастливыми. Не увеличивайте объемы, не уменьшайте шаг, торгуйтесь тем же объемом, шагом, который вы делали. Канадец-иена болтается внизу, зона интересов ниже минимума, вот, здесь августа месяца. Франк-иена, меня интересует только выше перехая текущего года. Ауди-кат возвращается, друзья мои, возвращается на свое зеркало, и буквально через каких-то, через каких-то 500 пунктов вы станете богатыми и счастливыми, потому что сеточка из шартов, которые вы делали последние, так, это аж 4 у нас, раз, два, три недели, принесет вам кучу денежек, которые, которые вы легко потратите на этот Новый год. NZDK, NZDK тоже начал корректироваться, обратите внимание, доллар начал укрепляться, и красы тоже начали потихонечку разворачиваться. Инструмент, конечно, очень сильно запилил под 5300, вот, но два пути. Если он откатывает на половину этого движения, можете нарастянуть расширение покойного Фибоначчи, найти фигурку, прямоугольник, вот она, эта линия, вот, и буквально через там 1600 пунктов, 1700, закрыть все свои шарты при своих, то есть верхняя с плюсом, нижняя с минусом, и вы освободитесь от этой сетки, перекреститесь, и будете вляпываться в новые инструменты, как вариант, чтобы освободить маржу для ваших новых Форекс-побед. Австралиец-Новозелландец не останавливается, падает дальше, но здесь все не так плохо, набираем мы его 3400, в принципе, нормально, нормально, набираем дальше. В принципе, можете, что там, NZDK сбросить, ауди НЗД набирать дальше, ну, как вариант, если вы накосипорили с объемами, а я уверен, что вы так и сделали. Нефтяночка падает, видно, из-за этого у нас падает и канадский доллар, канадский доллар, но присмотритесь, у нефти есть слом тенденции, я рисовал такой вот планчик, если вы хотите прикупить жижи, то вот по 71 присмотритесь к этой зоне покупок, потому что здесь есть слом, слом приоритета, вот, нож чуть ниже, вот так вот примерно, то есть это зона покупок, где вы можете прилипнуть на несколько часов к монитору и попытаться, прилипнуть на несколько часов к монитору и попытаться здесь зацепить жижу за лоя. Биточек, биточек вчера совсем, позавчера не совсем не обрадовался выступлению Пауэлла, и, собственно, сильный бакс, сильный бакс, который сейчас набирает свою силушку, да, это видно через многие валютные инструменты, он наклоняет не только валюты, но он наклоняет и криптовалюты, которые, к сожалению, торгуются не за рубли, а за американские доллары, которые становятся дороже, вот. И, соответственно, биточек тоже начинает гаснуть, а внизу есть площадочки, которые, вы помните, да, к которым рано либо поздно ценнички приходят. Ну, как-то так, ну, если вы следовали моим непутевым торговым рекомендациям, то как минимум 2 тейк профита из 3 у вас должно быть уже в вашем трейдерском кармашке, то есть вот эта АБЦшка и вот эта АБЦшка по охоте за стопами. Соответственно, ну, как бы, тоже неплохо, ну, будет падать, остальное вы выйдете по безубытку, подойдете к зеркалу и скажете, что вы все правильно сделали. Далее. Доллар, рубль. Есть такой инструмент, болтается в очень узком диапазоне, абсолютно никому не интересен, никто не верит в этот курс, в том числе и я. И заработать на этом инструменте, на мой сугубо некомпетентный взгляд, возможно, только от краев диапазона, но сомневаюсь, что вы будете делать это именно через брокеров. Скорее всего, вы это будете использовать в каких-то своих житейских целях, понимая, собственно, границы этого диапазона. Дальше, что, как я и говорил, собственно, все началось с того, что на фондовом рынке, на фондовой стороне фондовые тренды трейдеры не поверили в инфляцию. И все начало падать на фонде не после выступления Пауэлла. А если вы следите за свечульками, то можете посмотреть, что вот эта падающая свеча была у нас 13-го числа, когда вышла инфляция. Именно тогда тридунишки не поверили в числа. Потом они послушали Пауэлла и начали скидывать свои, собственно, акции, к чему и привело падение S&P. Что и стало отражением падения S&P, скажем так. NASDAQ тоже сыпется, все сыпется, все сыпется, как я и обещал. Вот, все началось именно с инфляции. Вот, хотя инфляция вышла как бы более-менее. А представляете, если она вообще вышла бы там вся в зеленке, например, мы вообще бы уже DAX видели, наверное, по десятке. Ну, как-то так, как-то так. Видите, какие подозрительные тридунишки все смотрят внимательно. Поэтому я посмотрю на фонду за вот именно настроениями фондовыми, понимая это фактически вот как, ну, можно сказать, как перевернутый индекс доллара. Да, вот у нас доллар растет, фонда падает. Вот, и я посмотрю в фонду, как себя ведут фондовые тридунишки. Верят они в бакс, либо нет. Подумайте над этим, на досуге, смотря вдаль. Давайте переступим к ответам на вопросы на YouTube-канале. По вчерашнему видео у нас четыре невероятных комментария, меня перестали смотреть, потому что, потому что евро не падает так быстро, как хотелось бы. Александр Бузыкин. Каждый день смотрю ваши обзоры с мокрыми отчасти глазами. Я сам бы на них смотрел, да, не люблю. Аркадий Иванов. Отличный лайк юмор. И вам спасибо. Краш Красин. Красин. Красин это, по-моему, какой-то советский деятель, да? Краш, песня есть такая. Так, еще хотел спросить, может, немного не по теме, что было с доллар-рублем 3-4 августа сего года? Судя по графику, он чуть-чуть психанул. Просто нет информации, не нашел в эти дни. Не знаю, я не специалист по доллар-рублю. Не могу сказать. Спасибо за видео. Наконец-то зло сбавило оборот. Надеюсь, так будет продолжаться. Спасибо, что продавливаем свой взгляд на 16-13. Ну, а что делать? Понимаете, я же не как бы стандартный аналитик, который работает от уровня к уровню. Я охотник за стопами. Ну, такой у меня торговый метод. Я его понимаю, верю в него. Соответственно, верю в те уровни, в которые, ну, собственно, до которых держу. И это продолжается уже не первый и не пятый год. Вот это можно, собственно, отследить. То есть, я приверженец конкретной торговой стратегии. Собственно, ее и пытаюсь как бы продвигать в трейдерские массы. Итак, друзья мои, напоминаю, что под каждым из видео, которые вы смотрите с моим участием, есть группа ссылок очень любопытных. Вы можете открыть партнерский счет в ИнстаФорекс. По моей ссылке партнерской на очень любопытных условиях. То есть, вы можете вообще не платить свопы. То есть, с ваших счетов не будут списываться свопы. Если вы переносите позицию не только на следующий день, на следующую неделю, год или даже тысячелетие. То есть, вообще никогда, всю жизнь не будут списываться свопы. Это очень классно. Если вы сеточный трейдуненок и держите позицию очень долго. И я не знаю брокеров, которые так делают. То, что ИнстаФорекс, скажем так, на это пошло, это, на мой взгляд, подарок судьбы. С другой стороны, есть возможность торговать с очень малыми спредами. Спредами по евро-доллару 0.8. 0.8, друзья мои. То есть, это в 3,5 раза на меньше, чем есть сейчас. И это тоже можно сделать по моей партнерской ссылке. Если у вас есть вопросы по этой теме, или вы чего-то не понимаете, обязательно пишите в телеграм-чат, который вот здесь есть. Это открытая группа, где вы можете задать вопросы по партнерской программе. Вот, ну, или около ней. Собственно, я здесь торчу круглыми сутками и иногда даже отвечаю. Вот, ну, а если вы хотите отправить мне письмо поздравления с Новым годом, сделать вы это можете по почте вот этой. Ну, и также задать вопросы по партнерской программе. Сегодня пятница, друзья мои. Это хороший день, потому что завтра мне надо делать для вас аналитику. И, с другой стороны, сегодня выйдет мой очередной мастер-класс по трейдингу, коих я наплодил уже целую, я извиняюсь, кучу. Эта куча находится на YouTube-канале InstaForex в разделе плейлисты. И вот здесь вот 60 мастер-классов. В прошлую пятницу был юбилей. Спасибо за поздравления. Сегодня выйдет 61-й мастер-класс, где я буду вещать про криптопереводы, потому что я всем рекомендую пополнять брокерские свои счета через криптокошелек. И, собственно, на этом мастер-классе полчаса я рассказывал преимущества, как это делать схематично, как не попасть под надзор контролирующих органов, как, в принципе, это все дело, скажем так, пропустить через систему налогов, да, ну, как оформить, как самозанятые, да, и, собственно, выходить из таких поступлений денежной массы белым и с точки зрения налогов защищенным, да, то есть к вам не будет никаких вопросов. Очень любопытный мастер-класс, вот, я думаю, я продолжу еще парочку видосов по этой теме, именно сделаю там пару методичек, как заводить и как выводить именно пошагово. Хотя, по большому счету, я их уже записал давно, просто немножко нужно будет оживить. Но этот мастер-класс, он именно идейный, и я думаю, вы должны проникнуться именно вот этой идеей, ну, не с карт, там, заводить и выводить деньги, а именно через криптокошельки, потому что в этом есть очень любопытные преимущества, которые вы увидите сегодня в этом мастер-классе, который появится здесь и выйдет сегодня вечером. На этом мне все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии, и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока!